Установить газобаллонное оборудование в нынешних реалиях практически можно на любой автомобиль. Естественно, самый первый и главный плюс для человека, когда задумывается об установке, это экономия. То есть даже на данный момент минимум можно экономить порядка 35-40%. Это во-первых. Во-вторых, это увеличивается риск двигателя автомобиля. То есть двигатель, который в целом, живет больше. Практически на любой двигатель можно установить газобаллонное оборудование. Есть только ряд моментов, которые при наших условиях пока недоступны за счет цены. Это двигатель с прямым впрыском. Чаще всего это у Toyota двигатель D4, у Nissan Neo-DI называется, там тоже прямой впрыск, у Mitsubishi GDI. Косновные узлы газобаллонного оборудования. Самое первое, самое важное, это газовый контроллер. Он же компьютер называется в простонародье, который именно это блок управления всего оборудования идет. Потом следующее, это газовый редуктор. Он имеет функцию преобразования газа именно жидкообразной формы в газообразную. Потом поступает это все по шлангам на газовые форсунки, через которые уже парообразная фаза газа поступает непосредственно в двигатель. Если человек даже захочет делать капремонт двигателя, либо еще что-то случится, любой нормальный мастер, он это все сделает. Не нужно будет снимать что-то. Это все удобно, доступно, ничему не мешает. У нас в Кыргызстане распространены два вида газобаллонного оборудования. То, что устанавливает это либо метан, либо пропан. Если посмотреть сейчас отношение цены, да, конечно, на метане выгоднее получается. Но на пропане есть плюсы. Это, во-первых, безопасность. Во-вторых, вы больше протяженность проедете. Пропановый баллон, он идет компактный, его можно установить вместо запасного колеса автомобиля. Он не весит слишком много, удобно, все, ничему не мешает. Метановый баллон, он идет большой, то есть устанавливается только в багажный отсек автомобиля. Весит большое количество килограмм, малая протяженность и, опять же, безопасность. Все баллоны, которые у нас есть на рынке, это идут китайские, бывшие, там, 2010 года производства и ранее. То есть я не уверен за этот баллон вообще. Если говорить касательно газобаллонного оборудования, то, что работает на пропане, там максимальное давление составляет 15 атмосфер, то в метане рабочее давление это составляет 150 атмосфер. Ну, простыми словами, мы все едем с вами как бы на газовой бомбе, да, по большей степени. Данный мультиклапан, он имеет несколько степеней защиты, точнее, тут 4 степени защиты. Имеется как механически, это краник, так и электронно. Электромагнитный клапан срабатывает, видит, когда утечка идет, он срабатывает, перекрывает подачу, все, дальше газ не идет. То есть человеку не нужно беспокоиться, не нужно выходить с машины, открывать, залазить в баллон и вручную закрывать это все, если какая-то утечка пошла. Ну, путем чаще всего это физического воздействия, да, что-то там, ДТП кто-то попал или на камень наехал. Здесь это все срабатывает электронным способом, то есть автоматически. К сожалению, вот еще раз повторюсь, китайское оборудование, кто устанавливает, на этом экономят. Ключевое. Для того, чтобы все работало у вас хорошо и долго, и вы действительно экономили, вовремя приезжать на техническое обслуживание. То есть это чаще всего касается замены фильтров. Находится в газобаллоновом оборудовании два фильтра. Это тонкая очистка, его хватает на протяженность 10 тысяч километров. Есть грубый очистки фильтр, его хватает на 20 тысяч километров. То есть по истечению этого срока человек приезжает, меняет эти фильтра и все. Дальше ездит дальше. Замена фильтра, она не такая дорогая, как бы, что там, несколько тысяч. Это порядка 800 сомов чаще всего все решается, да. Производитель, когда баллонов, они на самих баллонах указывают такой момент, что порог безопасности составляет 20%. То есть если баллон 60 литров, заправляемость газа туда около 50 литров. То есть полный бак никогда не заправляется. Для чего это еще нужно? Газ имеет свойство сужаться и расширяться. То есть особенно это летом, когда у нас... Редактор субтитров А.Семкин